...федерального бюджета это поставки нефти и газа, да? И сегодня мы имеем ситуацию, когда нефть падает, это значит падение дохода в федеральный бюджет, это очевидно. Это значит падение оборонного заказа, медицины, здравоохранения и так далее. И в итоге, значит, действительно все говорят о том, что необходимо слезать с этой игры. Вопрос, как слезть? Все говорят об импортозамещении, но извините меня, есть три фактора, которые делают переход или уход от этой нефтяной игры невозможным. Первый фактор, это то, что у нас сегодня 30% импортозамещения всего, то есть 70% всех материалов в стране это импорт. Вот даже колонка Ямаха, микрофон, наверное, тоже импортный, да? И второе, третье ограничение, это коррупция и монополизм, которые создают дополнительные издержки в экономике, которые постоянно растут. Вот как все-таки бороться с коррупцией, Борис Юрьевич? Вот не можете ли вы выйти с инициативой о том, чтобы вернуть смертную казнь за коррупцию? Не пора ли уже вернуть в Россию не только конфискацию имущества, но и расстрельную статью? Это первый вопрос. Второй вопрос, коротко я... У нас просто такая будет другая проблема, проблема демографии. Народное население сразу обратилось. И второй вопрос, касающийся системы несправедливости. Вот в 70-е годы, когда СССР находился на пике своего могущества, одному проценту правящему классу принадлежало всего 20% мировых богатств. Сегодня 1% контролирует 80% мировых богатств. То же самое в России. 300 семьи контролируют все предприятия практически в России. И в итоге, какой выход из этой системы глобальной несправедливости? Какой вы видите выход? Вот не может ли возврат к религиозной матрице, которая была 200 лет назад, подразумевающей альтруизм, жертвенность, физическую ограниченность, как раз будет альтернативной вот этому лидеральному порядку, когда 1% контролирует все практически мировые богатства, в том числе и в нашей стране? Вот как вы думаете, какой все-таки концептуальный, подчеркиваю, концептуальный выход из этой системы глобальной несправедливости? Спасибо. Вайфик говорит уже поздно. Нет, но мы считаем, что, конечно, государство развивается, и мозги развиваются, и психология развивается. И те вещи, которые сегодня люди принимают как должное, это уже коррупцию. Никто же не борется с коррупцией, на самом деле, умеет. Как бы нам это не нравится, но мы ее принимаем, более того, мы сами идем и даем взятки. Как можно бороться с коррупцией, если бы ты сам в этом? Поэтому в этом смысле уже поздно. Но с другой стороны, конечно, мы считаем, что само общество может, имеет потенциал обновления. Экономика имеет потенциал обновления, и политика, и страны имеют возможность очищаться. Но это такие сложные, битные процессы. Что хотелось сказать по поводу экономики и что нам делать? Но мы начали тут. Мы объединили умы бизнеса, который хорошо понимает, как зарабатывать и там, на земле, чувствует все проблемы, которые есть. Как ребята 34 магазина, то есть, извините, рестораны смогли открыть. Они, наверное, почувствовали все проблемы, которые есть сегодня у предпринимателей. Но смогли открыть. 34 ресторана. Так вот, бизнес дает практически свой опыт и понимание среды, а аналитики, эксперты, понимают, как это системно решить этот вопрос. Они перекладывают вот эту проблему на системное решение. И это все вместе называется стратегия роста Столыпинского клуба, или теперь это называется Институт экономики роста имени Столыпина, потому что это действительно уже институт, научный институт, а не просто клуб. Мы переросли эти штанишки клуба. Это не просто дискуссия, а уже серьезная научная работа. Там многое, чего объяснено. Смотрите сейчас на сайте мы сегодня вывешиваем уже окончательную версию. Я вчера отослал ее президенту, потому что это было его поручение подготовить такую программу. Я очень надеюсь, что правительство... Меня все время все терзает. Вы, наверное, хотите быть премьер-министром, или хотя бы первым вице-премьером, отвечающим за развитие. Я могу сказать, что не хочу. Я просто... Мы все это делаем, как предприниматели, потому что мы хотим, чтобы в стране было выгодно и интересно работать. И тогда нам... Я хочу вернуться в бизнес. Тогда такие возможности открываются, если будет принята экономика роста. И не только для бизнеса, но и для людей. Те, кто сегодня целиком... Все люди зависят от экономики. Кто-то производит богатство, кто-то потребляет. Но каждый вносит свой вклад. Очень важный вклад в развитие общества. Поэтому все интересы всего общества должны быть в этом смысле, в этой стратегии учительные. Знаете, чем заканчивается наша работа? Мы там говорим и о проблемах, и о том, как их решать. И есть ли потенциал роста у России, где, в каких секторах, в каких регионах. Какие проекты надо реализовать. Мы говорим о том, какие должны быть системные условия. То есть налоги, макроэкономика, как это называется. Первый микроэкономика проекта, второй макроэкономика. Налоги, тарифы, суды, коррупция, на которой необходимо бороться. Вот с коррупцией точно уже поздно. В этом смысле, что надо было создавать условия, чтобы не было выгодно. Вот что было главное. Решать системную проблему, а не расстреливать коррупционеров. Многие из них очень хорошие люди. Просто жизнь заставила. Смотрите, люди, попадая в эту систему, они или должны все бросить и уйти. А уходить-то особо некуда. Или жить по этим неправильным правилам. Поэтому им надо дать возможность жить хорошо. Нельзя всех уничтожать. Потому что сама жизнь сегодня настроена так, что без коррупции. На самом деле, вы знаете, что это без коррупции сегодня. Кому это может стать? Без смазки не поедем. Поэтому надо умно подходить к этим проблемам. Так вот, я еще раз говорю, и суды, и вопросы коррупции, вопросы контрольно-отзорной деятельности, тех же самых проверок. Все это изложено в программе. А чем кончается программа, там где деньги взять, сколько надо денег, и где их взять. Но кончается на одни, что никакая программа не будет реализована, если ее не поддержат все. Ну, по крайней мере, основная часть людей из разных слоев общества. И мы говорим, что наша программа, она создает никаких проблем для них людей. То есть мы не предлагаем им в очередной раз пройти через сложные времена, потерпеть, зато потом будет светлое будущее. Поэтому она выгодны людям у нас, кстати. Главное, KPI, это 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест, что очень выгодны люди. Но это выгодны и бизнесы. Мы говорим, что бизнес, эта программа очень важна, потому что это развитие, это новая следа, это свобода предпринимательская. Это абсолютно другое общество, да, когда мы сидим под гнетом, вот большинство нас, предпринимателей, мы в кругу своих друзей свободны, а мы приходим каждый день на работу и боимся. Потому что может быть это, может быть то, те же проверки, или, вот как Саша уже знает, чего бояться в этой жизни, точно. Поэтому вот новая среда, это будет среда свободы, именно бизнес-свобода, свободного общества для предпринимателей, для тех, кто хочет работать. Ну и для власти это очень выгодно, потому что любая стратегия, она не только нужна, для нее нужна консультация общества, но и она сама консордирует общество. Люди понимают цели, задачи объединяются и объединяются вокруг власти, которая такая умная, что такую стратегию приняла. Вот с властью у нас проблема в этом смысле. И мы пишем там, в конце, что одно из самых важных условий того, чтобы стратегия реализовалась, может быть самое важное, чтобы наши экономические власти поверили в собственную страну. Потому что власть у нас не верит в вас. Власть не верит в людей. Потому что они считают, что страна, как вы говорите, коррупционна, неэффективна. Иногда ленива. И никакие реформы в нашей стране невозможны. Вот в этой концепте все это заканчивается, все наши предложения именно этим тезисом. Что те, кто должны делать реформу, должны в нее верить. Что эта реформа может состояться. И поэтому вот прочитайте стратегию, может быть какие-то ответы найдете на наши вопросы. Вопрос тоже к Борису Ильичу, у меня. Ну, во-первых, репетит небольшая Василия, что никогда не поздно себя поверить и себя полюбить, ребята, когда есть жизнь. Учиться вообще не поздно. Да, но вопрос такой по поводу опкоинов. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Ну, сам Василий и хотел вас научить, и нас научить, вместе учиться. Поэтому мы предлагаем именно решение. Мы не предлагаем ставить вопросы и говорить, что все уже поздно, ничего невозможно. Василий как раз и даст понимание того, что можно сделать, и как надо решать проблемы, которые вас волнуют. Ну, и решать их надо в корне, не реагируя на симптомы. Ну, все-таки более практичное русло. Вот опкоин, который нас очень заинтересовал. Вопрос такой, откуда там возьмется ликвидность? И как будут функционировать биржи? Потому что все знакомы биткоин, а вот опкоин, как он будет конвертироваться? На первом этапе опкоин, это внутренняя история, она не конвертируется во внешнюю жизнь сначала. Поэтому мы запускаем проект, имитируя, без особых рисков, имитирует администрация. Но, конечно, если вы хотите использовать свои опкоин для оплаты за образование, например, то придется эти деньги заплатить. Поэтому, конечно, это все будет поддерживаться неким бюджетом, который формирует партия. Ну, на сегодняшний день надо сказать партия, но на самом деле потом это будет более широкий. Да, вот, помните, там, наверное, фонд? Фонд. Вот. И деньги будут приходить за счет нас предпринимателей, за счет краудфандинга, в первую очередь. А во-вторых, за счет отдельных, частных жертвователей, которые заинтересованы в этом. Это первый этап. Второй этап, мы предлагаем сделать некий бизнес смотреть. Потому что, если мы там начнем уже работать с проектами, собирать деньги на инвестиции, ICO, как это, да, да, фонды, то тогда это может стать и уже капитализированным. Поэтому мы будем привлекать инвесторов через специальную систему акций. Ну, это будет, скорее всего, не акции, там, но сейчас выбираем юридическую форму. Скорее всего, это будут... Ну, сейчас не буду говорить. Купоны. Ну, типа. Ну, это будет, скорее всего, форма потребительского... ПАИ? Общественного. ПАИ. А пока не готовы еще до конца этого утверждать, потому что это должно быть пройти юридическую еще. Что он за скрометизм, да? А закон не нужен, уже можно. Купоны еще и участвуют в этом процессе через инвестиции, через это паевой... Потребительское общество, это не паевой, не паевой фонд. Вот, поэтому бизнес-модель может тоже работать. И тогда, где-то в определенный момент, начнется конвертация. Возможно, будет upcoin конвертировать на внешние... На биткоин и на внешние валюты. И тогда эта система станет финансово открытой. И вот это тогда уже действительно может капитализировать. Но это должно пройти время, мы должны накопить количественные... То есть, само сообщество должно накопить. И количество людей, и качество, да? То есть, по финансовому показателю. Поэтому это, в принципе, вот такой вот респективный рисунок. Спасибо. Да, добрый день. Спасибо всем докладчикам. У меня к Болису Юрьевичу вам вопрос. А, ребята, а есть к Васе вопросы? Василию вопросы надо уйти. А, ну, что... Василию вопросы есть? Уже поздно. У Василии все понятно, уже поздно. Ему пора уходить. Мавр сделал злое дело. Мавр... Подожди, сижу. Ему можно сделать, можно так сделать? Василий? А, ну, мой, мне даже... Нет, ребят, ээ... Того нет, давайте ему. Только быстро. А, нет? Да. Ну, давайте. Василий, но уже поздно, это понятно. А что не поздно делать? Не поздно жить. Смотрите, это, наверное, моя проблема, я не очень хорошо донес эту мысль. Уже поздно работать с симптомами, со следствиями. Надо работать с причинами. Но мы почти всегда причин не видим, а работаем с вами со следствиями. Я вам приведу один пример, может быть, вы все поймете. Вы поссорились с вашей девушкой, с женой. Я убеждаю вслед за мировым отношением. Уже поздно с ней берется. Завтра снова поссоришься. И снова поссоришься. И снова. Потому что есть причина, воспроизводящая ссор. Уже поздно берется. Это понятно? Нет. Нет? Тогда приходите, сплотите деньги и поймете. Ну, а не поздно, не поздно. Биткоины принимаются, да. И обкоины. Вопрос в том, что поздно бороться с симптомами, еще раз, что я боюсь с ними. Но не поздно решить в корне проблему, в коренную проблему. Вот что не поздно. Пока все фотографируются, можно это полно. Борис Юрьевич сказал, много мыслей-то. Коллега очень важный вопрос задавал. Есть такая вещь, как... Подолгаем по местам. Есть такая вещь, как эволюция. И эволюция подвержена не только жизнь. Есть такая вещь, как эволюция. И вот мы как... Эволюция. Вот есть революция, а есть естественный путь совершенствования. Эволюция. Вот общество, даже вот мы с вами, за последние 30 лет, общество эволюционирует. Поэтому мы не безнадежны. И почему... Вот лично я здесь, да, я вот смотрю, как... Власть, она хоть медленно, но она тоже эволюционирует. Здесь вопрос именно о том, что вот эволюционировать можно, когда вот есть технологические преимущества такие, как вот люди роста, предложение, в принципе... Нет, слышно? Нет, это что-то какое-то... Разброс. Сейчас секунду. Нет, подожди, сейчас объявляю. Нет, подожди, сейчас объявляю. Да, ребят, садимся. Хватит. Все, кто хочет сесть, садимся. Все, кто не хочет сидеть, вон. Нет. Давайте, давайте, давайте. Да, мы все слушали еще раз. Ау. Нет, подождите, подождите, подождите. Я хотел обратить внимание на такую вещь, на такой слог, как эволюция, да, потому что это естественный путь становления к лучшему, развития. Есть революционный путь, есть эволюционный путь. Даже наше общество за последние 30 лет, какие мы были в 90-е, какие мы были в 2000-е, когда мы там тучные вот эти, когда были нефтедоллары хорошие, отлично себя все чувствовали и так далее. Сейчас у нас ситуация такие кризисные, так и власть, она тоже эволюционирует, но очень медленно. И почему-то лично я здесь, да, для того, чтобы пытаться влиять. И вот мне кажется, такая мысль, как вот люди роста, это технологическая такая ступенька, такой вот скачок эволюционный, который, возможно, позволит нам влиять больше, как и на себя, так и на общество, и на власть, конечно, служащие для того, чтобы опять же пройти, стать лучше всем. Наша задача, во-первых, найти свое место, правильное место, которое всем нам будет более удобно, в той обстановке, которая есть, потому что мы часто теряем очень много на вот эту бессмысленную борьбу самостоятельную, когда мы не знаем, как правильно, мы не знаем опыта других. Я смотрю вот на ребят, которые попадают в эти самые сложные ситуации с уголовкой. Это просто крафт, да, и они начинают делать те же самые ошибки, которые делали их предшественники. Они начинают тратить деньги, они начинают искать тому, кому можно взять взятку, но зная, что каждая взятка, которая дается, да, решение приходит только в 10% случаев. Обычно это затягивает на дальнейшие взятки. Или еще одна статья? Ну, еще одну статью, и конкретный пример нам растует, когда человек тянул там максимум на полгода. Полтора года ему дали. Полтора года по основному обвинению и 7 за взятку. Причем не он давал, а его адвокат. Ну, а это другая история. Конечно, пока психология говорит, что надо решать вопрос, но они просто совершают те же самые ошибки, когда они решают вопрос так, и с теми людьми, которые профессионалы от этого дела, с тем, чтобы еще дальше затянуть их в проблемы. И там дна нет в этой ситуации. И все равно люди садятся. На моих глазах это просто каждый день происходит. Поэтому вот в этих ситуациях надо уметь, надо пользоваться знанием сообщества, знанием товарищей, чтобы правильно устроиться с теми проблемами, которые уже есть. А потом, конечно, надо вместе собраться и сказать, слушайте, мы знаем, какова это среда, у нас цель изменить ее, да, потому что у нас цель делать дело, мы хотим делать самостоятельно свое дело и хотим снять с него риски. Как это в среду постепенно менять? И это не должно быть решение типа тех, когда реакция идет на этих ученых, да, когда уже поздно. А это должна быть реакция, которая предвидит то, что будет, да, и решает и симптом, как там даже Яровая снимала симптом по этому знаменитому закону мировой, когда надо все телефоны и смс-ки вводить в память невероятно мощных компьютеров ради решения одного симптома, чтобы не смогли террористы между собой поговорить. Но это только реакция на проблему, уже когда надо было решать эту проблему другими способами, и намного раньше, чем это произошло сегодня. Поэтому вот решать заранее, предлагать решение, которое заранее смотрит в корень и решает проблему, а не симптомы. Поэтому вот это вот, да, что мы хотим делать. 115 ФЗ, это же тоже борьба со следствием, но это легализация доходов получена. 115 ФЗ. Это кошмар банковский, когда через 100 легализаций. Там вот, 115 ФЗ, легализация доходов получена. Очень мешает. Почему это в статье? Нет, это 115 ФЗ, когда банк в любой момент может заблокировать ваши счета, ссылаясь и никогда не объясняя почему. Это просто жесть. Сомнительная сделка, и они никогда не объясняют, почему сомнительная. Вон там вопрос еще был. Не теряются, да, некоторые объяснения. Но это решение, оно как раз было коренным. То есть им надо было иметь удавку на бизнес, а они ее получили. А то как раз те, ну, если к тому разряду вещей, которые, когда сообщество, в данном случае банковское сообщество, сумело еще не, в общем, не ту проблему, которая уже, и симптомы, коренным образом решит проблем в свою сторону. Это как раз стоит, как бы, их похвалить. Другой вопрос, что весь бизнес от этого ложится, да? Это стимулирует криптовалютами пользоваться вместо банковских. Это очень хорошо, то, что ввели. Да, 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 именно. Ну, кстати, криптовалюта, это тоже и решение некоторых вот этих проблем, потому что не так далеко. Мы же сказали, что такие сетевые сообщества, блокчейни, они сложнее всего достаются. То есть, я имею в виду, в хорошем смысле, чтобы в смысле не достаются, это достаточно легко создаются, но достаются недругам, они очень тяжело. То есть, недруги достать их и что-то нарушить, для них это намного сложнее, чем просто садить, допустим, интернет. И поэтому это тоже одна из причин, почему мы создаем именно такое сообщество. Борисович, кстати, настолько популярны становятся криптовалюты, что вот я вчера комментировал буквально в фейсбуке, у меня товарищ, он садится такси, просто возле аэропорта, и вот этот таксист его начинает прокачивать на тему, слушай, тут такая тема, биткоины, рассказывает, как они растут, и говорит, ну, как тебя зовут? Он говорит, Ализа, вот у нас, говорит, уже все мои, вот кто там, дальше кто приехал, я говорю, все уже сидят на этой теме очень выгодно. Значит, и он выписывает это, я понимаю, что мы половина времени вчера в цинке обсуждали ровно вот эти технологии, да, коллеги? Настолько быстро все шагает, я рад, что партия в самом начале этого процесса зацепилась и сразу же последовательной подставила. Давайте дальше к вопросу. А тут два человека сидят, может, сейчас, может, я так долго ждал, я хочу быстро вас спросить, вообще. Нет, а, вы же, мы же вас прервали. Да, да, давайте вам более, спроем вместе, потом вернемся к, полчейновцам. в общем, у нас год будет дефицитный, экономика упала на 4,5% за 2015 год, и она будет продолжать падать, у нас 100 миллиардов долларов отток капитала. У меня такое очень... Вы были в Сочи на форуме? Были, да? Вот тогда вот инсайт можете какой-нибудь дать. Не, не, ну, я не знал, может быть, не был я. В общем, власть понимает необходимость действительно структурных реформ, потому что у нас жуткие провалы в трудовом законодательстве, в налогообложении, у нас нет внутреннего спроса вообще, потому что Россия ориентирована на внешние рынки, и все, и все, что она продает, это оборонка, ресурсы, сельское хозяйство, ну, для того, чтобы все это знали. Не, ну, естественно, у меня рынок есть, потому что тоже не надо так exigerate, да? То есть, ну, в 2014 году у нас был 100 долларов за бочку, это нереальный рост. Вы приняли спросы по 14 процентов в 2014 году, а на 14? Не, я по 13-й год, по-моему, у меня в темае к 14-й он вырос. То есть, все началось в 2014 году, но спрос чуть-чуть падал, да, вы правы. тогда уже началось первое в симптомчике, но на самом деле обвал спроса, кризис начался в декабре 14-го года, и с тех пор все это, но с тех пор 14 процентов имело. Не, я к тому, что вот у нас в 13-м году мы обогнали Китай по одной отрасли, отрасль торговли. Наши люди не вкладывали деньги в дело, они не работали, они просто покупали дорогие на марке, квартиру, и так далее. Просто люди по-быстрому обложились, они не понимали смысла вкладывать во что-то. И это, почему они не вкладывали эти деньги? Потому что у нас неблагоприятный инвестиционный климат, у нас инвестор видит, что, например, в трудовом законодательстве, да, у нас, например, самый жесткий рынок труда, но он компенсируется тем, что он не выполняется. У нас все работают в сервере. Да, все понятно. Вот власть понимает, что нужно абсолютно структурно реформировать, как, я не знаю, как Лик Ван Ю там в Сингапуре или там Дэр Сяо Пин, то же самое. То есть нам нужен такой человек, который, вот вы, например, который выйдет и скажет, вот у меня есть со Столыпинского клуба наша программа. Программа есть, власть, программа наша стратегия Росли подписает поручение президента. Помните? Да, да. Удалый Кудрин и на. Да, он да. Просто разные взгляды. Но вы считаете Кудрин глупый? Там два лагеря, там есть Кудрин и Клазик. Вот. Нет, это два лагеря. И оба сами Столыпинский клуб. Клазик якобы в Столыпинском клубе, хотя он так нечасто мы его используем в знании, но тем не менее он был в Столыпинском клубе. Суть экономику роста он не стал. Ученым в Совете у меня нет. Но это мы. Клазик никакой программы пока системный не предложил и не прилагал. Мы это Столыпинский клуб и Кудрин. Двум организациям далее работают, они на базе ЦСР, мы на базе аналитического центра при правительстве. Я хотел еще раз задать этот вопрос. Кудрин глупый? Нет. По делам судите их, а не по... Как-то говорили. Нет, по делам по уму. Вопрос в том, что есть разные взгляды на экономику. И мы считаем, что... И убеждены в этом на сто процентов. В том, что экономика должна стимулировать рост. То есть экономика все должно быть направлено на рост экономики. При этом даже можно брать риски некоторые. Можно брать риски финансовые, то есть больше денег вкладывать экономику, уходить в какие-то долги, потому что мы знаем, бизнес всегда живет в долг. Государство тоже может уходить в долги. Но оно должно инвестировать в будущее. Оно должно создавать условия для того, чтобы бизнес развивался. Запрос на будущее. Какого? Кудрин, Кудрин говорит совершенно другое. Он говорит, ну мы тоже за рыночную экономику, как и мы. То есть мы за бизнес, мы там все такое. Но бизнес сам будет расти, он как трава начнет расти. Если будут выполнены два условия. Инфляция низкая. Бизнес важна? Инфляция или курс? Бывает что? Инфляция? Нет, курс, да? Ну я не шоу, вы сейчас вкатаете или вы пытаетесь подстроить, и шоу, что... Я, честно говоря, я понимаю, что инфляция не пуфига. Иногда мне выгодна инфляция, я работаю на бок, на бок, иногда выгоднее, пока я произвел, уже цены выросли. Борис Ильич, цены. Поэтому, можно дополнить? Просто отвечай на этот вопрос. Он говорит, что главное, чтобы инфляция была не больше 4%, и сбалансированный бюджет государства, то есть правительства. Государственный бюджет. Не больше 1% дефицита. Мы говорим, это стоять точно, но стабильно стоять. При этом, когда нефть была высокая, это была и ваша политика, господин Кутрин, многие-многие годы, и вы обеспечили страну достаточно высокой устойчивостью, развитием, потому что действительно так хорошо в общем стране не жила. Никогда как жила в эти годы. Как мы их называем, тучные годы. Но там было одно условие. Вот так развиваться можно было, когда у тебя есть четкий источник дохода. Ты продаешь нефть, получаешь деньги, надо их сохранить. Главное, таргет инфляция, чтобы деньги эти не обесценились. И все нормально. Уход. Но когда нефти нет, когда нефти нет, то надо научиться зарабатывать по-новому. Иначе у тебя не будет доходов. И нечего тратить страны. Нечего сберегать. Поэтому здесь уже не инфляция. Здесь уже должен быть низкий курс, а значит высокая инфляция потенциальная. Ставку понесет, все. Ставку понесет. Понесет к апрелю понесет. Дверь от принципиальных подхода. Или мы растем, и главная задача государства рост за счет рынка. И государство делает все все возможное, чтобы это произошло. Или мы макроэкономически застываем, по-прежнему таргетируем инфляцию. Видите, как мы сегодня тушим рост тем, что мы таргетируем инфляцию. Тем, что мы пытаемся снизить инфляцию, мы убираем огромные деньги у бизнеса через высокую ставку, и вообще рушим сегодня рост. Мы платим государственными деньгами, потому что другая история за то, чтобы у нас не было ростов. Поэтому еще раз, но он умный человек, но это взгляд, и он убеждает Путина. Он будет премьером в этом случае? Такое впечатление, что вы готовите к журналисту, нет?